Пхагван Шри Раджниш Оша. Родился 11 декабря 1931 года, умер 19 января 1990 года. Индийский религиозный, духовный лидер, противоречивый мистик, который произвел революцию в духовной жизни и философии на Западе. Оша родился в Кушваде, Центральная Индия. В семье его очень любили, особенно дедушка, который дал ему имя Раджа, что значит царь. Все свое детство он провел в доме деда. Отец и мать взяли его к себе только после смерти бабушки и дедушки. Перед школой ему дали новое имя – Раджниш Чандрамохан. С раннего возраста он интересовался духовным развитием, изучал свое тело и его возможности, постоянно экспериментировал различными способами медитации. Он не следовал никаким традициям и не искал учителей. Основой его духовного поиска был эксперимент. Он очень пристально вглядывался в жизнь, особенно в ее критических, экстремальных точках. Он не верил никаким теориям и правилам и всегда бунтарски выступал против предрассудков и пороков общества. В Пуне был основан ашрам Оша, в котором проводились семинары по медитации и терапии. Он быстро стал популярным среди западных духовных искателей. Ашрам был известен как место интенсивной духовной практики и был описан как излучающий эмоционально заряженную атмосферу сумасшедшего карнавала. Ты уже есть. Нет нужды становиться кем-то еще. В этом смысл простоты. С легкостью принимать себя таким, какой ты есть, не пытаясь стать кем-то. Путь становления бесконечен. Помни, во главе всего, твоя сущность, за ней следует сердце, и лишь третьим по счету идет ум. Вот образ гармоничной личности настоящего человека. Первое я – общественное, второе я – природное, третье я – божественное. Эго человека становится источником всех его проблем, всех войн, всех конфликтов, зависти, страха, депрессий. Чувство собственной никчемности, подпитанное постоянным равнением на других, приносит всем страдания. И страдания огромные, ведь невозможно иметь все. Куда бы ты ни отправился, ты останешься собой. Хоть на небеса, хоть в Гималайи, ты не сможешь по-другому. Мир – не вовне, мир – это ты. Потому, куда бы ты ни пошел, ты берешь свой мир с собой. В настоящем, чистом мгновении, ты не обнаружишь в себе эго, только безмолвную радость и чистую безмолвную пустоту. В действительности тебе дано все, как вопрос, так и ответ, как проблема, так и ее решение, как невежество, так и знание. Просто загляни внутрь. Божественный миг настает, когда ты полностью исчезаешь, когда границы стираются, когда на время ты перестаешь существовать. Есть только присутствие Бога. Анализ – это путь ума, объятие, путь сердца. Ум – причина всех недугов, а сердце – источник любого исцеления. Совет – единственная вещь, которую так щедро раздают и которую всегда отвергают. Никто не желает им воспользоваться. Я – это я, ты – это ты. Любое сравнение порождает конфликт. Сравнение привносит амбиции, сравнение привносит подражание. Кто-то более красив, чем ты, это больно. У кого-то больше денег, чем у тебя, это больно. Кто-то более эрудирован, чем ты, это тоже мучительно. Найдется миллион вещей, способных причинить тебе страдания. Но чего ты не знаешь, так это того, что не сами эти вещи делают больно. Они ведь не причиняют боли мне. Они становятся источником страданий для тебя, из-за твоего эго. Смех свидетельствует об осознанности, о высочайшем уровне развития сознания. Животные не способны смеяться, деревья не способны смеяться, и люди, живущие в темнице ума, святые, ученые, так называемые великие лидеры, также не способны смеяться. Они все очень серьезны, а серьезность – это болезнь. Она – рак твоей души, она разрушительна. Кроме тебя, никому не дано проникнуть в тайну твоего существа. Никто не ведает ничего о тебе. Чтобы они не твердили о тебе, все ложь. Никто не в силах исцелить тебя против твоей воли. Запомни это как главную истину. Релаксация предполагает полное ограничение поступающей информации. Трансформация наступает не при совершенствовании, а при полном устранении личности. Становиться – это недуг, быть, исцеление. Выше сердца стоит твоя сущность. Так же, как ум – это логика, а сердце – любовь. Твое естество – это медитация. Твое естество – это результат познания самого себя. Опознав себя, ты познаешь сам смысл существования. Если у тебя назрел вопрос «Кто я?», не стоит ни к кому ходить. Сядь в тишине и обрати вопрос вглубь своего существа. Позволь ему звучать невербально, экзистенциально. Пусть он станет стрелой, пронзающей сердце. Кто я? И позволь вопросу слиться с тобой. Эго – это полная противоположность твоей истинной сущности. Эго – это не ты. Эго – ложь, порожденная обществом с целью не дать тебе забросить игрушку и переключиться на вопросы об истинных вещах. Потому я убежден, пока ты не отбросишь эго, тебе не постичь своей подлинной природы. Просматривая свою жизнь на исходе лет, понимаешь, что имя и слава не важны, все, что имеет значение в конечном счете, это то, как ты проживал каждое мгновение своей жизни. Была ли она наполнена радостью? Была ли она праздником? А в мелочах, был ли ты счастлив? Принимая ванну, потягивая чай, моя полы, бродя по саду, беседуя с другом, сидя в тишине со своей возлюбленной, глядя на луну или просто слушая пение птиц, испытывал ли ты счастье в эти минуты? Было ли каждое мгновение, преображено сиянием счастья? Излучало ли оно радость? Вот что имеет значение. У меня возникает чувство, будто людям кажется, что просто быть собой, недостаточно. Почему большинство из нас считают необходимым гнаться за властью, престижем и тому подобными вещами, вместо того, чтобы просто оставаться людьми? Ребенок прекрасен, а взрослый олицетворяет уродство. Он больше не поток, он заблокирован со всех сторон. Он застыл, стал скучным и безжизненным. Он утратил живость, утратил энтузиазм, он попросту тянет лямку. Его одолела скука, он лишился ощущения тайны. Он уже не способен ничему удивляться, он позабыл язык чуда. Таинственность покинула его. У него на все имеются объяснения, там нет места тайне. Вот он и лишился поэзии, танца и всех ценностей, придающих смысл и значение жизни, всего, что придает жизни вкус. Эго не может радоваться в настоящем. Оно не способно существовать в настоящем. Оно обитает лишь в будущем, либо в прошлом, которых нет. Прошлого уже нет, будущего еще нет, и то, и другое, несуществующие вещи. Эго может уживаться только с несуществующим, ведь оно само не существует. Твой ум не является на самом деле твоим. Вот что следует запомнить в первую очередь. Он – имплантат того общества, в котором тебе довелось родиться. Искателю истины следует начинать с этой отправной точки, чтобы не внушило тебе общество о том, кто ты есть, отбрось это. Ты определенно не можешь быть таким, а ведь никто не может знать этого, кроме тебя самого, ни твои родители, ни учителя, ни священники. Кроме тебя, никому не дано проникнуть в тайну твоего существа. Никто не ведает ничего о тебе, чтобы они не твердили о тебе, все ложь. Эго держит тебя в ожидании. Завтра, когда ты преуспеешь, ты сможешь радоваться. А сегодня, разумеется, ты должен страдать, ты должен жертвовать. Если хочешь преуспеть завтра, сегодня тебе следует жертвовать. Ты должен заслужить успех, и для этого ты и проделываешь разные выкрутасы. Страдание – это всего лишь вопрос недолгого времени, а потом наступит праздник. Завтра попросту означает то, что не случается никогда. Это откладывание жизни на потом. Это великолепная стратегия, позволяющая держать тебя в плену страданий. Просветлением называется то внутреннее переживание, для которого необходимы две вещи – смерть личности и возрождение индивидуальности. Если чье-то я больше твоего, у тебя возникает комплекс неполноценности. Ты прикладываешь все усилия, чтобы стать значительнее, чем он, святее, чем он, больше, чем он. В итоге вся твоя жизнь кладется на алтарь одной единственной глупости – того, чего тебе не достает в первую очередь. Ты встаешь на иллюзорный путь. И ты пойдешь по нему, раздувая свое «я» все больше и больше. Так порождаются практически все твои проблемы. Ложь всегда говорит либо о прошлом, либо о будущем, но никогда – о настоящем. А истина – это настоящее. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...